Привет, меня зовут Дмитрий. Как и многие, кто начинал со старых Windows-компьютеров, я привык к стандартной клавиатуре и мышке. Первый ноутбук у меня появился спустя много лет после того, как я стал полноценно работать на ПК. И, кстати, этот ноутбук был сразу MacBook. Все знают, что лэптопы — это портативное решение, все в одном. И мышка в таком устройстве не предусмотрена. У MacBook'ов трекпад, а у Windows — тачпад. Но, по сути, это сенсорная панель, с помощью которой мы управляем курсором. За свою жизнь я видел много разных вариантов того, как люди пользуются трекпадом. И почти все это делают ужасно неудобно для себя же. Сегодня я попробую объяснить и показать, как пользоваться трекпадом так, что о мышке вы вскоре и не вспомните. В первую очередь зайдите в настройки, в строке поиска наберите трекпад и проверьте его настройки у себя. Я не буду объяснять каждый пункт, просто покажу три раздела настроек с моего MacBook'а. А теперь к практике. Управление курсором происходит указательным пальцем. Выбор объекта тоже указательным с нажатием или касанием, кому как удобнее. Если нужно перетащить объект, расширить окно или выделить текст, мы используем два пальца, один из которых фиксирует физическое нажатие, а другой направляет курсор. Я рекомендую это делать большим и указательным пальцами. Большой удобно нажимает на трекпад, фиксируя объект, а указательный передвигается по трекпаду. Самое главное, что если вдруг вам надо будет перехватиться, то большой палец продолжит держать файл или окно, а указательный сможет изменить позицию на панели. Вот так делать не стоит. Вы просто упретесь в границе панели трекпада и потеряете по дороге файл. Вот так тоже не надо, так как это грозит переломом или выехом пальцев. Использовать две руки не самый лучший способ. Вторая рука вам может понадобиться для работы с клавиатурой или для разговора по телефону. Многие перемещают объекты тремя пальцами, но и тут я вас огорчу. Во-первых, эта опция вообще задумана для людей с ограниченными возможностями самой Apple. А во-вторых, уровень и точность манипуляций с файлами уменьшается ровно в три раза, так как площадь трекпада и площадь экрана имеют такую пропорцию, чтобы вы могли управлять удобно объектами одним пальцем, а не половиной кисти. Напишите в комментариях, кто и как пользуется трекпадом и как перемещают файлы и окна. Я специально записываю короткие и полезные ролики и буду очень благодарен, если вы поделитесь этим видео со своими близкими и друзьями. Продолжение следует...